Возведением нового центра занимался крупнейший застройщик города, компания СИП «Промстрой». Учреждение является уникальным. На одной базе здесь сосредоточены передовые разработки как медицины, так и реабилитации после травм и операций. Не только при операции должна быть хорошая результата, но и последующая реабилитация не менее важна, даже более важна. У нас этот вид услуг, скажем, конечно присутствует, но объем предоставления не позволяет оказать эти услуги всем нуждающимся. Сегодня получилось то, что получилось, даже очень приятно неожиданно, что так хорошо и так здорово у нас. В помещении есть кабинеты массажа, физиотерапии и хирургии, залы групповых программ и тренажерная зона. Она оснащена по последнему слову. Закуплены уникальные высокотехнологичные аппараты. Сейчас мы выполняем грудопоясничное сгибание. Работаем, уже тренинг у нас установлен, мы работаем в диапазоне, установленном для данного пациента. Перед началом тренировки было проведено тестирование подвижности и силы мышц. И в этом диапазоне сейчас, в зависимости от результатов, был выстроен тренинг, и мы работаем в этом диапазоне. Тренажер Хьюбер за один 30-минутный сеанс позволяет проработать около 80 групп мышц. Расход энергии при этом огромен, но пациент не чувствует усталости или непомерной физической нагрузки. В работу вовлекаются глубокие мышцы спины, отвечающие за правильную осанку. Улучшается баланс и координация движений. В этом случае оптимизируется работа сердечно-сосудистой системы. Здесь идет тренировка непосредственно с биологической обратной связью на мышцы-стабилизаторы, мелкие мышцы, которые обычными тренажерами очень сложно проработать. Инновационные технологии физической реабилитации – это будущее центра. Здесь намерены активно применять разработки местных специалистов. Сергей Хусейнов, студент 2-го курса СУРГУ, работает над созданием умного корсета, который будет собирать информацию с датчиков о положении плеч, позвоночника, лопаток, поясницы и тазовых костей. Это ключевые точки, по которым можно определить возможные искривления позвоночника. Важность разработки мне объяснили специалисты данного заведения. Она заключается в том, что статистическую информацию по больным не получается собрать в их будни, когда они не здесь, когда они занимаются своими делами. Поэтому очень сложно бывает выявить, что именно вызывает те или иные искривления позвоночника. Если это какой-то неортопедический, неправильный матрас, может быть, какие-то сидения в машине, которые не позволяют принять правильную позу. Сейчас молодой человек ищет в свою команду разработчиков и в будущем намерен создать мобильное приложение, которое позволит следить за осанкой и правильностью выполнения назначенных врачом упражнений. Другая инновационная разработка принадлежит сотрудникам и студентам лаборатории биомеханики, кинезиологии Сургутского госуниверситета. Ее уже применяют на практике. Система выстраивает 3D-модель визуализации, подвижности суставов. Их поведение во время упражнений система сканирует и выводит на экран. После оцифровки данные переносятся в компьютер, и специалисты могут использовать информацию в процессе реабилитации, смотреть за изменениями в динамике. Мы можем посмотреть, например, в предоперационном периоде данные, то есть можем оценить устойчивость пациента, то есть постуральную устойчивость, и в дальнейшем скорректировать его процесс восстановления и реабилитации, увидеть и уже назначить, например, упражнения на те или иные группы мышц. Центр обладает собственной клинической базой, в том числе операционной для малоинвазивных вмешательств. Сейчас идет процедура лицензирования. На базе учреждения можно получить комплексное консультативное сопровождение врачей и реабилитологов. Изначально мы стартовали с отметки максимум по мере своих возможностей, поэтому у нас дорогое, уникальное и качественное оборудование, поэтому у нас сервис, поэтому у нас наука, поэтому мы не просто фитнес-клуб, не просто центр консультации, мы открытый полигон инноваций, центр физической культуры, медицины и реабилитации. И только вместе мы сможем достигнуть поставленных целей, обеспечивая высокий уровень жизни сургутян и всей Югры. В Центре медицины и реабилитации собрали настоящую команду профессионалов, среди которых тренеры, реабилитологи и ученые. В их числе сразу пять кандидатов наук, а само учреждение предоставляет более полусотни различных услуг в медицинской сфере и реабилитации после травм и хирургических вмешательств. Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут, Интерновости.